Отстаивать свои законные права стало проще. С 1 октября начали свою работу апелляционные и кассационные окружные суды. Помощник Одинцовского городского прокурора Игорь Пряхин рассказал о них подробнее. Это новые звенья судебной системы. Настоящие изменения являются реформой. И указанные суды создаются в целях повышения гарантии независимости, беспредстрастности судов, соблюдения принципа инстанционности и повышения качества правосудия. Новые апелляционные и кассационные суды создаются по экстритериальному принципу. Теперь их юрисдикция не будет совпадать с территорией административно-территориальных образований. И в частности апелляционный суд будет обслуживать территорию субъектов Российской Федерации в количестве от 14 до 21 субъекта. Кассационные суд по аналогии также от 13 до 20. Указанные изменения, а также экстритериальное расположение указанных судов, оно призвано обеспечить независимость одного суда от другого, который будет проверять решение других судов в апелляционном и кассационном порядке. Кроме того, понимая, что указанные суды будут находиться на территории Российской Федерации в отдалении от решения суда, который обжалуется, законодатель предусмотрел дистанционное участие граждан в рассмотрении жалоб, которые будут поддаваться в новые суды. В частности, теперь, если гражданин будет желать участвовать лично в рассмотрении его апелляционной или кассационной жалобы в суде, который будет находиться в другом городе, в другом субъекте Российской Федерации, он имеет право подать соответствующее ходатайство в местный суд общей юрисдикции, который должен будет обеспечить ему возможность путем видеоконференц-связи участвовать в рассмотрении указанных жалоб в вновь созданных апелляционных и кассационных судах Российской Федерации. Применительно к Московской области, то апелляционный суд будет находиться в городе Москва, а кассационный суд будет находиться в городе Саратов.